Вместе с объемами информации у нас появляется объем удовольствий. А как известным психологам эффект розовых очков в чем заключается? Когда нам хорошо, тогда и мы воспринимаем не так мир, как он есть вокруг нас. Это и есть операция зрения. Ну и ко всему прочему, пожалуй, самый такой серьезный вопрос – молчание, видение, но и слышимость. Почему человек сидит, обратившись в мобильный телефон? Потому что он хуже слышит другого человека, почти не слышит. В то же самое время есть знаменитое «все, что бы мы ни делали, мы описываем сами себя». Человек не слышит другого человека, по причине того, что он хуже слышит сам себя. Что значит, что он хуже слышит сам себя? Закрыл дверку, которая ведет к себе. Это значит, что он теряет уникальность и становится массовым или одинаковым человеком. Все просто, понятно, написано до нас, примерно в середину 20-го столетия. Вот понятие массового человека – это Ортега Илесе, испанский известный религиозный философ, католический, правда, неправославный. Но, тем не менее, суть он описывает достаточно все четко и понятно. Человек атомизируется, теряя свою уникальность, теряя свой внутренний богатейший мир. Что такое сегодня димфейк? Ну, вы наверняка слышали, да? То есть можно создать реальность, которой нет. Взять, поменяв фон и предмет местами. Человек, которого нет, говорит то, что он никогда не говорил, и ему все верят. И отличить это практически невозможно. Замечательно. Вот что такое наша сегодняшняя реальность. Вымысел, о котором Джан Бадриар замечательно во многих своих работах не единожды писал. Тотальная симуляция всего и вся. В чем заключается вообще монологичность системы образования? Образование очень есть разное. Есть очень много видов образований. Есть замечательные примеры образования, которое открывает человека. В конце, ну, в середине, наверное, прошлого столетия развивающее проблемное обучение, да? Элистическое обучение. Они направлены на то, чтобы как раз-таки открыть человека, развить его индивидуальность, а не закрыть его. Аналогичность сегодняшнего образования заключается в том, что передается не опыт человечества, как раз-таки. Передается хорошо упакованная информация в разрезе разных дисциплин. И это подменяется понятием опыта человечества, которые состоят из четырех частей классических. Опыт познавательной деятельности, опыт действия по образцу. Это еще как-то можно понять, что можно передать, да? Хотя на самом деле не знания передаются. Передается информация, а знания выращиваются изнутри. А вот два других опыта, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, их как можно передать? Они как? Фикция. Как можно передать эмоции? Например, как можно передать отношения ребенка, например, к празднику 9 мая. Можно много написать, да? Там, как бы, в книжках. Но пока ребенок это не услышит от близкого человека, пока ребенок это где-то сам не прочувствует, у него этого ни опыта, ни знания просто не будет. И вот в этом есть колоссальная тоже поляризация между тем, что передается и тем, что передать нельзя. Это рождается огромная-огромная проблема, когда на выходе, вернее, на входе всем разным ученикам прослевают одинаковую информацию. Есть такое. А на выходе мы должны подтвердить. Слава Богу, становится все больше и больше примеров того, что образование становится диалогичным. Много очень уже написано по этому поводу статей и прочих. Я никоим образом не берусь сейчас давать какие-то оценки. На самом-то деле, просто когда слышишь понятие artificial intelligence, да, искусственный интеллект, то невольно начинаешь понимать освоить, что биологический интеллект как-то уже вообще отстой, да, не нужен. Надо пользоваться только вот таким искусственным интеллектом. На самом деле, очень много восторженных отзывов у, скажем, учителей, преподавателей о том, что это позволяет экономить время. Это позволяет, как бы, вот, на самом деле, минимизировать какие-то запраты, там, усилий на то, чтобы что-то сделать. Это за себя может что-то сделать, вот, там, помощник, так называемый, да. Вот, но на самом-то деле есть и, вот, четкая связь искусственного интеллекта и монологичной системы образования. И там и там на выходе единственно правильный ответ. Когда ученик получает, развиваясь, оценку, например, семерку ставит учителем, но он сам что-то сделал. И когда его сосед, там, по классу, по парте, что-то там спросил, лучше идти чат, да, там, вот, и получил десятки, то есть сделанное собой, оценивается меньше, чем полученная, вот, как некая такая вот, единая, самая правильная база. В этом есть проблема, наверное, проблема, о которой мы и говорили. Потому что там, где есть единственно правильное мнение, единственно правильный ответ, единственно правильная информация, там рождает, там умирает вина, то есть там порождается то, что сегодня мы имеем с точки зрения, вот, прелести окружающего мира, проблему войных, вернее, проблему однополых браков, идеи фри и чая, и прочее, прочее, другие вещи. Вот причинно-следственная связь. Не удивлюсь, если это не только коммерческий проект, это еще и политический проект, который направлен на вырождение любого разнообразия, которое есть на планете Земля. И на самом деле это страшно. Хотя, да, помощник, удобно-удобно, сам, когда-то пользовался, ну, услугами. Мне кажется, что эти ценности, они все далеко не новые, и те, которые хорошо известны, они отписаны в самой главной книге, в Библии. Вот, в виде и заповедей, и, скажем так, отношения к родителям, ко многим вещам, которые нас окружают. Это главные ценности, вместе с тем они очень простые ценности. Вот, вопрос, наверное, в другом. Ценности, то они есть, были и будут, я уверен, они будут немеркнущими. Вопрос, как их, эти ценности, а, либо донести, кто их не знает, либо их сохранить. Как вот эти ценности выращивать, потому что вот мы видим сегодня другие ценности. Ценности, основанные на скоростях. Ценности, которые основаны на здесь и сейчас. Ценности, основанные на объемах удовольствия. Это дофаминовое удовольствие. Вот, оно раздражает, да, там, определенные участки головного мозга. И все это, как сладкое для ребенка. Вот, как их воспитывать, это та еще задачка, я бы сказал. Почему? Потому что написать, что хорошо, а что плохо, ну, можно. И что дальше? Человек, который изначально расположен к другому, он даже не прочитает. А если прочитает, он считается, что КПД от того, что на бумаге и то, что у него внутри, будет очень-очень маленьким. То есть вопрос слышимости, вопрос, имеющий уши да услышит, да, как написано. Вот здесь самая большая, на мой взгляд, сложность. Как вернуть человека из состояния скорости в состояние созерцания. Самая большая сложность сегодня не только образования, не только науки, педагогической науки. Наверное, сложность в целом любой отрасли научного знания. Как выпустить ученика любой ступени образования, способного слышать и слушать себя. Вот, тогда и ценности, они откроются. Они никуда не делись. Они были, есть и будут. Вижу здесь путь в таком содержании образования, не обучения, а именно образования, которое выходит за рамки только дидактики, да, но и затрагивает воспитание. Как, можно говорить, о межпредметности, можно говорить о ментопредметности. О том, что позволит преодолеть вот эту вот, ну, скажем так, множественность, которая направлена на самого обучающегося. О чем идет речь? Когда-то, когда учил Пифагор, было четыре предмета. Или пять, я уже точно не помню, да, вот в его школе знаменитой. Кстати, там же были и главные предметы, вот, по умению молчать. Вот, там была у него и математика, и астрономия, и музыка, вот, что-то такое. Сегодня это не четыре, не пять предметов. Сегодня это пятьдесят, условно, а может быть и гораздо больше. Вот, и постоянно идет почковывание, дробятся предметы. И теряется целостность мировосприятия, теряется целостность, теряется цельность. Теряется цельность, теряется вот то, о чем мы говорим, теряется духовность. И, по большому счету, вот это измельчение, девальвация знания, она ведет к уменьшению и мотивации вообще познавать мир. Отсюда и различного рода зависимости, игровые и прочее. Ну, вот, все в точности, вот, то, что мы видим вокруг. Поэтому один из вариантов, один из путей, это проектирование и реализация такого содержания образования, которое было основано на целостности. В какой-то мере это позволит, вот, преодолеть вот это, на мой взгляд, преодолеть вот это вот фундаментальное противоречие, о котором вы говорите. Объективный заказ общества на образование, он связан тоже с массовостью. И мы от этого никуда не уйдем, потому что, ну, обществу нужны люди, которые экипированы определенными знаниями и могут что-то сделать. Ну, представьте, если бы у нас выпускалось там не, скажем, с медицинского университета, вот в среднем, ну, так, у меня нету там данных по последним годам, но могу предположить, что это порядок где-то 600-700 человек, так, в год. Если бы выпускалось 60-70, представьте, люди были бы обделены и просто-напросто возможности получать медицинскую помощь. Это неправильно. То есть образование, оно должно быть конвейерным, оно должно быть вот таким вот массовым. Да, безусловно, здесь всех 600-700 выпускников университета, вот на примере медицинского, да, брать, обучать как-то через вот открывающие личности и прочее, и прочее, тогда это учиться не 6-7 лет. Не 6 лет, по крайней мере. Это тоже объективный фактор, фактор времени в нашем мире. Поэтому не все так просто, и когда я говорю вот о диалогичности как раз образования, это скорее как взаимодополнение к тому массовому, которое у нас есть. От массового мы не откажемся, иначе мы разрушим просто само общество, оно само себя разрушит. Это утопия просто-напросто. Но другое дело, что даже в рамках нынешних, мой опыт, например, показывает, вот и опыт того же самого белорусского государственного университета, что у нас есть система, система креативного образования, у нас есть лаборатория, которая занимается инновациями в обучении, есть семинарские занятия, ваш покорный спугай их проводит. И туда записываются люди, вот, ежегодно это 40-50 человек. Это немного, потому что преподаватели в университете, вот, в самом университете, там, 1900. Что такое 40-50 человек? Ну, это не один год, это вот система такая. И именно самое главное, по желанию, там нет административного какого-то давления, ресурса. Раз человек пришел сам, ну, значит, он что-то хочет. Значит, на выходе он все-таки уже несколько другой будет. И семинары, они не совсем обычные, это не просто чтение лекций и записывание. Семинары – это не слушание, а делание, когда каждый ставит цель и работает над тем, чтобы получить на выходе какой-то материализованный продукт. Вот, либо конспект занятий, либо часть, там, программы, каждый кто что делает. Это все публично обсуждается, защищается. И на выходе это то, что адаптировано для студентов. Поэтому примеры есть в таком, и я уверен, не только в нашем университете. И это все вот тоже работает, ну, на вот развитие личности, как вы говорите. Потому что если есть потребность, человек находит. Важно, чтобы была, вот, ну, скажем так, возможность посмотреть глазами разных участников на одни и те же вещи. Тогда человек себя открывает. Когда все одинаковое, сложно очень себя открыть. То есть это будет полезно всем участникам. И я не думаю даже, что здесь речь идет даже о каких-то вот финансовых, там, больших тратах. Да, они есть. Но я думаю, что мы эти можем вещи вполне решить. Очень важно, чем наполнить эти встречи. Это гораздо более важный, мне кажется, вопрос. Я знаю, что вот в семинарии есть прекрасные традиции, традиции и такого научного, скажем, семинаристского толку, когда принимают в них участие сами семинаристы. Что-то связанное, ну, как если в переводе на светский такой язык, дни науки, да, студенческой. Вот можно сделать расширенную форму, можно сделать отдельно взятую. Но еще раз повторю, здесь важно, я готов найти, например, средства, сделать это важно, чем это наполнить. Чтобы это была не просто, ну, эклектика, приехали, пообщались и все, чтобы действительно было интересно и было практично с точки зрения выходов. Может быть, это потом публиковать какие-то вещи, да, вот, там, студенческие работы. Может быть, совместно проводить те или иные акции. Вот, я бы даже сказал чуть больше. Вот мне как-то вспоминается известная фраза из, опять-таки, семинарской вот среды. Посреди земного шара протекает река Щара. Не знаю, знают ли нынешние семинаристы земного шара. То есть вы на самом-то деле претендуете на, не просто претендуете, а реализуете вот это вот уникальное, да, вот уникальный святой потенциал. Я был бы рад, если к нашим студентам имели возможность вот тоже побывать в центре земного шара. Поэтому предлагайте название. Замечательно.